Дорогие друзья, коллеги, мои родные белорусы, в преддверии данного Нового года мне очень многое хотелось вам сказать, но, к огромному моему сожалению, для меня время на разговор еще не пришло. Еще нужно очень многое сделать. Единственное, чего не могу не сказать, это то, что моя любовь к вам и нашей Родине стала непредалимым чувством. Таким же чувством, как чувство жить. Сегодня, возвращаясь с Варшавы, где у Степаны Нехта записывалось новогоднее поздравление, я всю ночь сочинял строки. Те строки, которые я хочу посвятить вам и нашей родной, любимой Родине, нашей Беларуси. К моему поздравлению присоединяется моя любимая мамочка. Наш коллектив Белорусского народного трибунала, а также лично мой близкий друг, наставник Олег Алкаев. Данные строки я назвал «Сыны родимы». Моя краина, моя матка, спытать хочу немаю слов. Як могут так бесчеловечно сбивать сыны своих сынов? Спытать хочу кровь, замирая, як може твой любимый сын, своих людей не поважая. Сбивать, як просить господин. Кого спытать, хто мне откаже? За што людская льется кровь? А може мне взлететь на небо, да запытать тому буслов? Мои родные бусланятки, скажите мне хоть пару слов. Вы ж тоже вышли от той матки, якая вам дала любовь. Я ведаю, дух запирает. На это тяжко отказать. Як можно свой народ краины гумовой палкой забивать? Тому вы кружите у небе, расправив крылы клюв на тях. Как белорусам всім напомнить бело-червоны родныстях. Няма больш силы гэтым змагацца. Глядеть на усе и боль терпеть. И вы, собравши свою стаю, расшили з родины взлететь. Але мы ведаем, родные, ваша родима, ваша мать. И вы не зможете усе разом ей покинуть и продать. Господь, я стану на колене, усе же тё готов стоять. Только не дай родиму матку сладшинцам ворогам забрать. И правда, ёсь Господь на небе. Люди, сбирайся, хопить, спать. Видать, як у червоным небе на родину буслы летять. С нами наш Бог. Живи, Беларусь. Я уверен, мы вместе победим.